Выявить и поддержать талантливых людей, помочь получить профессиональное образование и трудоустроить. Главная цель чемпионата профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья – Обилимпекс. Об участниках соревнований и о новшествах этого года в нашем следующем материале. Самому младшему из тех, кто показал свой профессионализм – 16 лет, а старшему – 65. Всего в состязаниях приняли участие более 70 человек, для многих из которых это был уже не первый Обилимпекс. Но были и те, кто свое мастерство продемонстрировали впервые. Все детство провела на Украине, а там без вышивки нет ни одного подзорника на постели, ни одной наволочки без вышивки. До сих пор у меня хранятся изделия оттуда, рушники, поэтому вышивали все детство. Но потом, когда начались рабочие годни трудовые, уже до вышивки руки не доходили. И к этому вернулось только на пенсии. Обилимпекс – чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году он впервые проходил в несколько этапов. В целях мотивации людей с особенностями здоровья, проживающих в психоневрологических интернатах, получению профессионального образования, повышению уровня их мастерства, Министерством социального развития Республики Мариэл было организовано проведение ведомственного этапа регионального чемпионата. Впервые не только для Республики – это первый такой чемпионат, когда получатели социальных услуг, психоневрологических интернатов принимают в нем участие, но и для России – это только первые шаги. Мы один из первых регионов, которые вовлекают представителей ПНИ для участия в национальном чемпионате Обилимпекс. «Участие в этом национальном чемпионате действительно важно. Это такой момент социализации. Здесь они могут продемонстрировать свои профессиональные успехи, свое профессиональное мастерство, и это своеобразная стартовая площадка в дальнейшем и для трудоустройства инвалидов, для того, чтобы их заметили, для того, чтобы их увидели, увидели их достижения». Вышивание, вязание, бисероплетение и не только. Участники соревновались в пяти компетенциях. Для здорового человека эти занятия являются скорее хобби, а вот обучиться им людям с ограниченными возможностями чаще стоит огромного труда. И все же таких увлеченных мастеров Мариэл немало. Наряду с участниками из психоневрологических интернатов впервые к чемпионату присоединились и слушатели университета третьего возраста Маргу. «Посмотрите, насколько они талантливы. И чем больше мы приложим своих сил, чтобы развивать эти таланты, никто не заметит, что это лица с ментальными способностями. Это самые обычные люди с безграничными возможностями». Отмечу, ведомственный этап является своеобразным отборочным туром и подготовкой к участию в региональном чемпионате «Обилимпикс», который пройдет 3 октября в Южкороле. А победитель регионального этапа поедет в Москву на национальный финал представлять нашу республику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова